Знаете, что радует? Что если Пахтакор даже в нынешнем состоянии боятся и как бы так, все время какие-то препятствия у нас в каждой игре, да? Даже в таком, скажем так, количестве футболистов, которые мы имеем, к сожалению, на данный момент, и то боятся. Это радует. Значит, мы движемся в правильном направлении. Это хорошо. По игре, ну, я думаю, намного больше мы создали момент, то, что мы, к сожалению, включаемся, поздновато просим с первой секунды включаться, но некоторые люди у нас сегодня играли не на своей позиции, поэтому это прекрасно все объяснимо, что когда стоишь в человека, когда он никогда в жизни там не играл, тяжело за два дня его чему-то там научить. Поэтому это сказалось в первую очередь в первом тайме. Не было того, о чем мы договаривались, плохо включались, плохо атаковали, скажем так. Но при том, при всем мы создали в первом тайме, опять же, как и предыдущая игра с Амаркандом, должны были вести, ну, не 3-0, может, 2-0 минимум. Вот, и игра была бы совсем другая. В итоге закончили первый тайм 0-1. Ну, опять же, дошли до ворота один раз, и мы пропускаем, к сожалению, гол. Будем, значит, еще больше, еще тщательнее работать в обороне, чтобы не допускать таких нелепых ошибок. Ну, в то же время поблагодарил я после игры всех ребят все-таки остаться в меньшинстве. Практически 60 минут играли, опять десятером. Ну, вот. Имели еще больше моментов, чем мы играли в полном составе. Вот, ну, случилось так то, что случилось. Чуть-чуть где-то не хватило везения, чуть где-то не додавили, но, опять же, большая и огромная благодарность ребятам, потому что, как вы видите, все 90 минут практически играем без замер. А это, как бы нам ни хотелось, оно накапливается, накапливается, накапливается. Они же тоже не роботы, поэтому еще играем в меньшинстве. Не первую игру, поэтому достаточно сложно. Вот, еще раз огромное спасибо нашим парням. Слава, да? Мой первый вопрос. Вот, когда офсайд был, два с половиной минут. А потом, когда пенати вар смотрел, семь с половиной минут. Вот, десять минут добавить надо было. Мало добавить. А второй тайм добавить как минимум восемь минут. А параллельно у нас трансляция «Спортканал», вот когда, вот, леви чемпионы, финал. Они специально четыре минуты всего добавили. Это первый вопрос. Почему мало добавить? Потому что Пахтакор играет. Это Пахтакор. И потом. Я последние три-четыре... Извиняюсь, перебил. Если бы мы выигрывали, добавили бы десять, как вы говорите. Восемь-десять. Если бы мы выигрывали. Согласен. В тот раз, когда Черен забил четвертый гол, четыре три было. И добавили очень много. Шесть минут. А в этот раз тоже. Еще другой вопрос. Вот, вар смотрит. Причина не найдет, пенальти красный не дает. Почему все, которые тренеры, когда собрание у вас у ФФБУ, нету молодой техники базы, как сказать, оборудования нету, которые вар посмотрят. Что вас посмотрят? Там ничего не понятно. Вот за это десять минут уходит. И тут толку нету. Пенальти не дает, красный не дает. И на пользу Пахтакора ни разу красный пенальти не дает. Последнее время. Постоянно. Красный-красный. Красный-красный. А чему, не знаю. Ну, бояться, конечно. Вам единственный вопрос. А почему центральный защитник Азмидинов вместо Диор Ортхбой не играет? Он опорный играет? А вместо Азмидинов сзади играть нельзя, что ли? Вы, чтобы центральный защитник Азмидинов лучше Диора, так считаете? Ну, так оно и есть. Ну, Диор, во-первых, играл до этого и в сборной Ю-20, опорного. Он не центральный защитник. У него нет навыков играть центральным защитникам. И ему удобнее там играть. И в Бухаре он играл опорно. Поэтому, когда мы с ним поговорили, он говорит, да, мне удобно там играть. Но, к сожалению, не обладает он теми качествами пока. Все-таки он тоже молодой парень. И где он играл до этого? Просто вопрос задайте. Где он играл до этого года? Где? И мы сейчас хотим, чтобы он играл в Пахтакоре так, как нам надо. Пока, к сожалению, он не может выполнять эти функции. Не может. Мы стараемся. Мы каждый день над этим работаем, работаем, работаем. Будем дальше работать. Поэтому у нас есть проблема с позиционной атакой. Потому что те люди, которые должны вести игру, они, к сожалению, этого пока делать не могут. Как я говорил в начале года, буду повторять, после каждой игры нужно время. Потому что люди, которые даже сейчас у нас играют в составе, в составе, в Пахтакоре, до этого года нигде не играли. Нигде. За дубль играли. Ну, вы знаете, да, уровень дубля. Вот и все. А здесь раз, и ты выходишь. Это ж, ну, не то, что небо и земля. Это разные уровни абсолютно. Поэтому, как говорится, молодо, зелено. Нужно время. За счет игр, за счет... Через год они еще сильнее станут. Еще сильнее станут. Ну, мы над этим работаем. И, опять же, повторюсь, я уверен, что мы двигаемся в правильном направлении. Они к каждой игре прибавляют, прибавляют, прибавляют. Да, все ошибаются. Все ошибаются. Все. И будут ошибаться. Даже великие футболисты ошибаются. Поэтому, от игры к игре, я думаю, будет все меняться в лучшую сторону. В последних двух играх вот Динамо и Козелкуму сегодня Пахтакор в обществе сложности набрал из возможных шести только два очка. Но если бы Пахтакор выиграл бы эти матчи, то есть не пропустил бы гол в концовке Динамо и сегодня бы дожал, или же одержал победу. Несмотря на все обстоятельства, то у Пахтакора были бы равные шансы с конкурентами, с которых всегда сравнивают с Пахтакором, с Насавом, с Новобахором. Как вы думаете, насколько эти потерянные четыре очка могут повлиять на конечный результат? Или все-таки в первую очередь Пахтакора сейчас наладить игру стабильнее? Ну, во-первых, я всегда говорю, не люблю, если бы якобы. Вот. И Насав сыграл сегодня в ничью. Извините, Насав, да? Которые набрали все, что можно, да, по футболистам. И посмотрите на нас образно. Понятно? Что, да, рассчитывали мы взять шесть очков. Все это понятно. И я прочитал, даже вот, Карленыч говорил, да, тренер Самарканда после игры, что они потеряли два очка. Ну, просто еще раз возьмите игру, пересмотрите. К пятнадцатой минуте счет должен был три-ноль быть в нашу пользу. Понимаете? Ну, я же не придумываю это видео, а видео не обманешь, да? Вот она, живая картинка, да? И что они создали? Ну, это такое дело. Поэтому, да, теряем все, теряем намаган вчера. Да, Да, мы бы уже были на первом месте сейчас. Согласен? Но, проанализируйте те годы. Все практически то же самое было. И будут терять, еще играть и играть. И будут терять очки. Все будут терять очки. Чем нравится наш чемпионат, да, потому что просто так никого сейчас не обыграешь. Казалось бы, да, на САФ играет дома с Амаркандом, да, вот как бы, ну, тяжело, не могут обыграть. Вот этим вот чемпионат покупает, потому что все команды более-менее равные, просто так. Ну, вот вы даже, вот сколько мы сыграли? Семь тур. И сегодня восемь. Ну, то восьмой, да, восемь тур. Хоть одну игру назовите, где вынесли кого-то. 4-0-5-0 кого-то просто, да, в одни ворота. Я такой игры не помню, ни одной. Это, ну, уровень чемпионата у нас, наверное, растет и тоже двигается, я считаю, в правильном направлении. Проходных игр нет. Каждый научился играть, каждый научился атаковать, каждый научился обороняться. Это самое главное, я думаю. Растет чемпионат, и пользу для сборных. Ну, не знаю, может, это я должен был спрашивать у тренера и доставить Мерку Елищенко, но на днях Махтакор, дубль Махтакора проиграл Динамо 4-0, но при этом сейчас клуб взял курс на омоложение, то есть давать сейчас молодым, играть, но при этом они в своей же лиге проигрывают крупно и смотря сегодняшнюю игру вы сделали только одну замену от безысходности, естественно, получается. Насколько ликвидная, так скажем, качественная нынешняя молодежь Махтакора, учитывая то, что они вообще должны выступать за основную команду, но при этом они даже в дубле крупно проигрывают. Вы сами задали вопрос, сами ответили. Ну, ваше мнение не просто. Ну, сами вы ответили на него, здесь добавить нечего. Я говорю после каждой игры, меня спрашивают об этом, когда они, мы увидим, что они смогут конкурировать здесь, в первой команде, играть на этом уровне, они будут выходить. Ну, кажется, что им далеко от этого. Они свои или нет? Ну, крупно проигрывают Динамо. Ну, там я скажу, я игру смотрел. Я просто не смотрел игры, я просто по результату. Ну, вообще не по игре, не по счету, ничего. Бывают такие игры, перешли, забили, перешли, забили, а три не забили. Бывает такое. И, а потом вот, кто игру не видел, да, 0-4. Что же там произошло? Бывают такие тоже игры. Много, конечно, да, Четыре многовато. Ну, наверное, наверное, этой молодежи надо чуть-чуть вот привести в порядок свои головы и подумать, если они хотят играть в футбол, как двигаться дальше. Вот. Все идет отсюда. Все. Никто ничего нового не придумал. Все с головы. Сам. Добрый вечер. Вас ожидают в следующей неделе очень сложные матчи в суперклубах против Носата и на везде чемпионат против Анджана. После следующей матча как вы, каким образом будете психологически и физически подготовить к переверку, потому что времени очень мало спорить. У нас все сложные. 29-го у нас Носат потом очень сложные матчи в Анджане во дворе и так все неинтересно понятно, да? И в прошлом году в прошлом году потом уже на выходе в прошлом году ималили в Анджане в Анджане в Анджане в Анджане в Анджане в Анджане Мы истории не живем. Это было в Томпе. Ну просто как в Пахт где потом был Пахт-Акор и где Анджане в Анджане в Анджане в Анджане Истории не надо жить. Это было вчера. И сегодня уже закончил. Все, мы готовимся. А на ваш вопрос восстановление. Сейчас только их восстановить после суперкубка восстановить. А для нашего Носат что Козелкуншу Самарканд для нас все сложные. Все. И нам без разницы играть с Намаганом или с Насафом или с Бекабадом Самаркандом с любой командой назовите. Но я только что говорил что все научились играть в футбол. Поэтому нам без разницы. Да суперкубок да Насаф. Важна ли для вас суперкубок? Ну это трофей. Какой-никакой трофей. Наверное да. Естественно и Насаф не выйдет. Да. Зачем нам суперкубок? Правильно? Так же никто не уходит. Поэтому я думаю будет игра интересная будем сражаться будем биться драться. Вот и попытаемся завоевать этот трофей. Почему нет? Нам все по силам я это говорю после каждой игры. Ребята нам все по силам мы все можем нас обыграть никто не может если мы этого не позволим нас никто не обыграет ни одной игры не было и не будет чтобы нас частую могли обыграть но не будет только мы можем сами себе навредить Насав интересная команда всегда интересная с ними очень интересно поэтому я думаю приходите будет интересно надеюсь зрелищная игра для зрителей я надеюсь болельщиков будет тоже немало а сейчас самое главное восстановить ребят и даже не потренировать а просто обозначить какие-то вещи как мы планируем играть против Насав то же самое будет после супер восстановить восстановить правильно дорога не близкая тяжелый выезд там мне нравится все время играть тут же полный стадион всегда не важно что против тебя болеть всегда интересный полный тренировок посмотрим дожить надо еще три дня до игры давайте последний общий вопрос вот как раз опытный Собер Хаджаев уже второй раз красные карточки получает а с ним кто-то психологически работает вообще он важный сейчас ротация команды не хватает игроки он получает уже второй раз перед важным матчем красный он по-моему за всю свою карьеру не получился сколько в этом году уже к сожалению для меня тоже это непонятно где Сардор Собер Хаджаев и где красная карточка ну для меня непонятно две глупые красные карточки просто глупейший не знаю и сейчас с ним разговариваем тоже там надо смотреть понимаете потому что опять же обозначение фула да вот пенальти когда мы пробивали в руку попал да потом штанг когда они вар там смотрели слушали вот и здесь эпизод когда человек разворачивается ему некуда ногу эту поставить опорную ногу и его сбивают и с другой стороны когда судья хочет увидеть что он специально наступает но чтобы специально наступить должно быть движение ногой я правила изучал я знаю новый правиль должно движение быть ногой наглое движение что он специально наступает на него а не уходит от столкновения потому что он уже лежал под ним противник делает подкат его сбивай а куда ему ногу поставить куда с этим согласно как раз манчестер вина этот реалом играл на не красный вот так получил он тоже ну извините там 18 камер а у нас три с половиной именно этого я говорю сейчас нам нужно конечно нужно конечно но это ж не тожника наш шеф хотел купить всем вам всем камере поставить наш президент клуба хотел чтобы было все чтобы вы тоже сидели смотрели со всех или под микроскопом на стадионе павто коры или это как бы как в чемпионате помочь федеральта открою профил это кто этим занимать правильно фл или спортканал канала ну павел про учит ну вот помочь хотел чтобы что тогда не было уже ничего подкопаться когда один эпизод с восьми камер тогда все честно прозрачно и открыт там уже ничего не спрячешь а здесь я понимаете когда он принимает решение и он говорит я точно не вижу я не буду ставить я точно не вижу а здесь ты увидел точную и даже не пошел смотреть да пошел посмотрел он до меня первые которые пинаты было он не пошел не пошел не пошел а пошел красную смотреть ну значит кто-то сверху мы там шепчет иди посмотри надо удалять красную красную иди иди посмотри а пенальти не пошел смотри там специалисты оказывается сидят вне игры не пошел смотреть тоже специалисты сидят ну ребят я говорю она же бумеранг запускаешь он же вернется мы сильнее будем мы будем сильнее извиняюсь очень эмоционально может быть но я привык говорит сюда правда надеюсь никого я не обидел вот но должно быть все все честно и справедливо тогда тогда чемпионат наш будет расти футболисты наши будет расти потому что у нас здесь один уровень куда мы приходим и там мы ничего не можем сделать ничего потому что мы к этому не готовы спасибо